Накануне Дня Победы над фашистской Германией в 24 странах мира прошел диктант Победы. Главными организаторами выступили партия «Единая Россия» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». На Рейнмаре было организовано три площадки. На написание у каждого участника 45 минут, за которые необходимо ответить на 20 разнообразных по содержанию вопросов. Здесь и битвы, и личности, и искусство в годы Великой Отечественной войны. Соблюдение инструктажа строжайшее, буквально по системе единого государственного экзамена. На самом деле подход очень серьезный, то есть вопросы были получены буквально в запечатанном конверте, буквально сегодня в 11.00. Вскрыты были здесь при всех участниках, я сам принял участие. Акция очень полезная, очень интересная, даже для тех, если кто-то не очень хорошо напишет этот тест, это отличный повод подновить свои знания. Все-таки это наша обязанность сохранить историю и не дать переврать тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Организаторами было разработано несколько вариантов теста для разных часовых поясов на территории нашей страны и для других государств. В первую очередь, я думаю, это направлено как раз на молодое поколение, для того, чтобы у них и интерес появился к нашей истории, и чтобы они не забывали о той великой победе, о той огромной цене, которую мы за нее заплатили. Кто более-менее изучал историю, кто даже смотрит наши те еще советские фильмы, тот, в принципе, может ответить на этот тест. Достаточно интересный, разноплановый. Целями этой акции организаторы поставили привлечение широкой общественности к изучению истории подвига народа в борьбе за мир, а также возможность участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны. Вот если вы видели, да, то я закончил этот тест самый последний, очень углубленно вчитывался, пытался ответить, ну и все-таки ответил на все вопросы, надеюсь, с оценкой хорошо. Вот такое предложение к организаторам почаще проводить, привлекать молодежь, в первую очередь, наше подрастающее поколение, ну и всячески популяризировать такие мероприятия. Результаты диктанта опубликуют 12 июня, а участников, показавших наиболее высокий уровень исторической грамотности, поощрят памятными подарками от организаторов.